Здравствуйте! О самых горячих новостях Омска расскажу вам я, Анастасия Лаврова. Поехали! Детдомовца задержали, за что парень избил молотком девушку. В пользу траву, как взяли организованную преступную группу и отправили в колонию, к чему приговорили пьяного водителя. Итак, сегодня в Азовском районном суде Омской области вынесли приговор Александру Короткову. Его признали виновным в гибели двух пешеходов. Еще один до сих пор в больнице. Напомню, страшная авария произошла в июле. Машина Коротков разметала по дороге младенца и двух женщин. Юля Воробьева узнала тайну семьи потерпевших. Она надеялась, что у нее сын жив. Она плачет, я думаю, что сына хочу. Но она переживает, что сына, мы не знаем даже, как ей сказать. Сказать старшей дочери Гульмире Тленовой о том, что ее месячный сын Савелий уже три месяца лежит в земле. В той аварии Алматай Шахмарова в одночасье потеряла внука и младшую дочь Айгуль Берденову, а старшая осталась инвалидом на всю жизнь. Если недоступим в больнице, я хочу, чтобы две семьи поступили по 10 лет, 20 лет с Женей свободной. Но 4 года это вообще нереально. Я не знаю, почему так говорят. Он-то будет свободен, бодро ходить. Мы будем передавать жизнь с такой мукой. В тот день, вспоминая Талмата, и дочери вместе с детьми не дошли до ее дома несколько метров. Гульмира и Айгуль собирались на ЖД вокзал за билетами. Младшая дочь вместе с сыновьями приехала в гости из Екатеринбурга. Как установило следствие, женщины вместе с коляской шли по обочине. А пьяный водитель Александр Короткий не справился с управлением на перекрестке, вылетел навстречу и сбил пешеходов. 33-летняя Айгуль Берденова и ее месячный племянник Савелий скончались на месте. Мать малыша Гульмиру Тленову с тяжелыми травмами госпитализировали. Рулевой Короткий попытался скрыться. Его задержал сотрудник полка ДПС. Результат медицинского освидетельствования показал – водитель находится в сильной степени алкогольного опьянения. В выдыхаемом им воздухе более одного промилле. «Что вас побудило на эти действия? Друзья? Друзья сказали, вам сесть за руль пьяным? Почему? Отдохнем, поехали, покатаем. Ну, поехали. Ехали вообще на Котлова. Не доехали. Вот такая вот трагедия создалась. Подожди». «Скорость, со слов обвиняемого, у него была 80 км в час. Но есть свидетели, которые говорят, которые находились в транспортном средстве, что скорость была 110-120 км в час. И они его предупреждали о том, что необходимо снизить скорость, потому что они впереди видели препятствия в виде пешеходов, но Короткий меры не принял». Александру Короткому предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух человек». Гособвинение просило суд наказать Короткого по всей строгости закона. 9 лет лишения свободы. В итоге Александра Короткого суд приговорил. 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. К слову, у погибшей Айгуль Берденовой осталось двое малолетних сыновей. И еще о пьяных водителях. Уходя от преследования полиции, нетрезвый рулевой врезался во встречный автомобиль и протаранил дорожное ограждение. Очевидцами гонок на проспекте Космический стали мечи, возвращавшиеся в седьмом часу вечера с работы. Один из них Виктор, он прислал на почту программы эти кадры. Эти кадры были сняты через несколько минут после столкновения. Развернувшиеся от удара машины объезжали. Образовалась пробка. Дорогу не поделили «Волга» и «Мазда». У обоих повреждены капоты. А вчерашнее происшествие и сегодня напоминает пробой на вограждении. Инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль «Мазда», который двигался на большой скорости. Машина резко перестраивалась из полосы в полосу. Полицейские включили проблесковые маячки и начали преследование. Водитель увеличил скорость и продолжал двигаться в направлении улицы Лизы Чайгиной. В районе дома номер 3 водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где и встретился с «Волгой». За рулем «Мазда» был 40-летний «Амич», который не имеет права управления. Дополнительно у этого водителя имелись признаки опьянения. В отношении пьяного водителя возбудили административные производства. «Амичу» грозит арест до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей. Известно, что водитель «Волги» серьезно не пострадал. К другим темам сегодня стало известно, что молодого человека, который ограбил и ударил девушку молотком по голове, задержали. 20-летний Михаил Зорин дал признательные показания. Он рассказал, что чуть не убил человека из-за 300 рублей. Все произошло ранним утром на улице Горной. По версии полиции, Зорин увидел одинокую прохожую и напал на нее со спины. Ударив несколько раз молотком по голове, вырвал сумочку, забрав деньги, избавился от орудия и сумки. Выбросил вещи в круги. На место происшествия незамедлительно выехала следственная оперативная группа отдела полиции номер 7 УВД России по городу Омску, который в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин, схожий по приметам указанных потерпевшей, который в последующем был доставлен в отдел полиции номер 7 для дальнейшего разбирательства. Пострадавшая чудом осталась жива, ее доставили в больницу. Врачи наложили на раны швы, после отпустили домой. В УВД в отношении Зорина возбудили уголовное дело по статье «Разбой», совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. По предварительным данным, Зорин ранее был судим. Он, бывший воспитанник детского дома, занимался бродяжничеством. В полиции установили причастность 20-летнего Амича к аналогичным преступлениям. Международный канал поставки «Марихуаны» перекрыли омские наркополицейские. Задержали трех членов преступного сообщества – организатора группы и его двух подельников. Мужчины ранее были судимы за наркоторговлю, однако освободившись, продолжили распространять запрещенные вещества. По какой цене? По 30 тысяч кинги. На российские деньги примерно 6 тысяч, да? Да. Цена за какой объем указана? За килограмм. За килограмм. По версии наркоконтроля, этот задержанный гражданин Казахстана наладил канал поставки «Марихуаны» в Омск. На допросе мужчина расскажет, что перевозил траву в своем автомобиле. Под личиной частного извозчика пересекал границу. После оставалось лишь сделать закладку. Скидвал определенное место. Он говорил, что там лежит все. Кому говорили? Алим. Предполагаемый организатор международного трафика, вероятно, говорит об этом мужчине. Его сотрудники УФСКН задержали в момент опустошения тайника закладки. Житель Омска, по версии оперативников, должен был для продажи расфасовывать партию на более мелкие. Задержан за перевозку. Чего? Марихуаны. Третьего члена ОПГ задержали уже в Омске. В машине почти 5 килограммов марихуаны, расфасованные по брикетам. Только по приблизительным оценкам омские наркозависимые ежедневно получали от дилеров сотни одурманивающих разовых доз каннабиса. Пакет вам принесли? Вам принесли? Так-то нет. А кому? Так-то да, я его взял. Кто? Я его взял. Вам принесли пакет, я вам еще раз вопрос задаю. Вы его взяли, вам пакет принесли? Да. В рамках следственных действий установлено, что двое злоумышленников уже имеют уголовное прошлое. С 2006 года по 2015 они отбывали наказание в колонии строгого режима за наркотерговлю. В настоящее время возбуждено уголовное дело и задержано предъявленное обвинение в покушении на сбыт наркотических средств групп полиц по предварительному сговору и контрабанте подконтрольных пищи с крупным размером. Сейчас наркодилеры находятся в СИЗО. Гражданина Казахстана будут судить в России. Если его вина будет доказана, отбывать наказание на странец будет также в нашей стране. Всем троим грозит до 20 лет колонии. Ну и последнее. Виновных в развале трамвая наказали рублем. За то, что транспорт сошел с рельсов, ответит инженер-слесарь, мастер и начальник цеха трамвайного депо. Отчитался директор департамента транспорта Омска Маслик на совещании в мэрии. Напомню, 27 сентября на улице Челюскинцев трамвай, следующий по маршруту номер 4, наехал на собственный двигатель. Машина сошла с рельсов, никто из пассажиров не пострадал. Мэр Двораковский назвал инцидент недопустимым и посоветовал Маслику проработать и исключить подобные происшествия. Еще раз повторю, никакие оправдания. Директор департамента транспорта сообщил, что трамвай был исправен, а ответственные за подвижной состав не контролировали процесс. Всему виной человеческий фактор, то есть халатность. На сегодня у меня все. Горячие новости смотрите на нашем сайте antena7.ru и в группе «Жесть ВКонтакте». Увидимся завтра. Будьте осторожны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин